Всем привет! Это второй урок из серии про то, как менять внешний вид игроков. На первом уроке мы создавали аксессуар и надевали его на нашего персонажа. Это были какие-то виды очков. А сейчас я расскажу про то, как менять сразу кучу аксессуаров буквально одной строчкой кода. Как надевать аксессуары, менять форму тела, менять размер тела, например. Или размер каких-то частей тела, раскрашивать отдельные части тела, надевать аксессуар сразу одному игроку или сразу куче, или команде. Менять форму тела в зависимости от того, какой он профессией в игре вашей занимается. И можно менять еще некоторые анимации, которые по умолчанию у нас используются. Например, плавание, карабкание и так далее. Ну, пример я вам показал. Код мы будем с вами разбирать. Урок, наверное, будет долгим. Но это того стоит. Потому что с помощью этой системы вы можете перепрыгнуть через первый урок. И для некоторых командных игр или мини-игр применять именно систему описаний внешнего вида гуманоидов. Которая называется Humanoid Description System. Итак, я очень рад, что Roblox обновил по этой штуке статью. И мы по этой статье сегодня и пойдем. Ничего не будем отдельно изобретать. Плюс я вам переведу. Плюс мы покопаемся в коде. Здесь не все описано, как вы потом увидите. Но, по крайней мере, все работает. Я проверил. Обновили буквально на днях эту статью. Итак, на первом занятии мы пользовались функцией нашего гуманоида, которая называлась Add Accessory. Надеть аксессуар. А сейчас мы будем смотреть Apply Description. Вот про эти описания гуманоидов мы сейчас и поговорим. Ну, я уже говорил, что описание гуманоидов включает в себя различные... Ну, видно, что размер головы, какие-то анимации, цвет рубашки, картинка на рубашке, картинка выражения лица, какого цвета левая рука, правая, какой аксессуар на плечах, на спине и так далее. Все это можно буквально в один клик менять. Но, чтобы изменить это все в один клик, в одну строчку нашего кода, мы должны создать сначала это описание гуманоида, гуманоид description. Оно может храниться где-то у нас в Workspace, уже готовое, созданное в редакторе. А можно создавать его с нуля, прямо в коде, в несколько строчек. Вы посмотрите, как вам удобнее. Мне кажется, конечно, удобнее начать с создания объекта, который... Вот он называется, гуманоид description. Но мы до этого еще дойдем с вами. Так, ну и посмотрим как раз то, что меня порадовало. Это обновленная статья по гуманоид description system. Так, сразу предупреждение. Ребята, если... Ну, нас предупреждает. Если вы будете использовать гуманоид description, если вы будете применять внешний вид на игроков или на команду и так далее, подразумевается, что не надо после этого применения вручную менять, добавлять какие-то аксессуары. Иначе могут вообще непредсказуемые ошибки совершаться. Так что, вот имейте в виду. Так, ну, еще раз нам показывают, что же можно менять. Какие-то аксессуары, части тела, увеличивать, уменьшать. Кстати, я хотел мини-игру сделать с увеличивающимися головами. Чтобы потом голова, например, лопалась у проигравшего. Так. Масштабирование. Можно увеличивать размеры некоторых частей тела. Можно менять типы одежды. Вот картинка на футболке. Какие штаны, какая футболка сама. Картинка отдельно сверху. Анимации по умолчанию менять. Цвета тела. Это очень здорово для командных и мини-игр. Так. Как же создать гуманоид description? В Explorer, как я вам уже показывал, добавляем плюс. Выбираем. И можно также создать гуманоид description из нашего скрипта. Все очень просто. С помощью instance new и гуманоид description. Пожалуйста. Так. Ну давайте к примерам перейдем. Так. Следующие примеры показывают различные применения. Их много будет. Не знаю, по-моему, 6 скриптов что ли. Так. Как редактировать свойства? Разные типы свойств описания нашего гуманоида имеют различные типы. У аксессуаров это строчка, которая подразумевает разделенные через запятую осеты наших аксессуаров. Например, вот так. Мы сейчас подойдем к самому примеру. Там, допустим, первое это текстура, а второе через запятую это mesh. Вот смотрите первый урок. Там мы это рассматривали. Так. Масштаб, scale. Это числовые какие-то значения. Допустим. 0,5 это значит уменьшить 0.5. Уменьшить в два раза голову. А если двойка, то в два раза увеличить голову. У анимации, у частей тела и у одежды. Это тип, это единичный, ну в виде числа. ID ассета. Это означает, что вы должны загрузить анимацию с определенным номером. Или часть тела с определенным номером, который есть в тулбоксе. Или вы сделали паблиш своих каких-то ассетов. Так. Ну а в цветах тела это просто тип Color3. Так. Чтобы изменить эти свойства, просто их можете напрямую менять в созданном инстансе. Ну вот, когда мы его одной строчкой создаем. В этом инстансе. Вот таким образом. Так. Будет здесь пример у нас или нет? Или мы просто рассмотрим этот код? Да. Тут у нас есть пример. Давайте сразу перейдем к примеру. И в нем примерно вот эта вот штука и рассматривается. Итак. Пример называется. Спауним персонажей с определенным описанием гуманоида. Мы созд... Так. Ну давайте загрузим. Как у нас называется эта штука. Гуманоид Description. Create and Spawn. Ок. Create and Spawn. Вот он. Ок. Сейчас как загрузится. Так. А этот я пока закрою. Потом подгрузим этот скриптик. Так. Давайте посмотрим, как наш пример работает. Спавним персонажа. Помните, как мой персонаж по умолчанию выглядит. И как вот сейчас этот персонаж в кого превратился. Ну конечно, я ничего другого не ожидал. Ок. Давайте посмотрим сначала на текст. Что нам тут говорят. Так. Создаем описание гуманоида. И спавним персонаж. Применяя созданное. Так. Добавьте скрипт. Очень важно. Нелокальный скрипт. Workspace. И добавьте туда такой код. Ну давайте посмотрим, что нам уже добавили. Так. Workspace. Они добавили код. Спавнинг. Скрипт. Ок. Давайте посмотрим, что же у нас здесь. Вот. Кто-то в первом уроке спрашивал. А как сделать так, чтобы персонаж не грузился, а показывали картинку, что идет загрузка, чтобы можно было выбрать персонажа. И потом персонаж уже выглядел так-то или иначе. Ну этот код конечно проще. Он просто нам не показывает, не грузит нашего аватарку. Создает эту аватарку и потом загружает ее в гуманоиды. После этого вы увидите нашего человека. Итак, стандартным способом на подключение игрока, на события подключения игрока к нашему серверу, мы запускаем эту функцию. Ну давайте посмотрим, что здесь. Создаем instance. Humanity Description. Ок. Аксессуар шапки. Шапку аксессуар. Меняем. Там ID модельки, ID текстурки. Уменьшаем тип тела. Белаем нашего коротышечкой. Меняем анимацию карабканья. Ну тут в примере этого не видно. Меняем лицо. Картинку на лице. Меняем наклейку на футболке. И меняем цвет волос. Такой-то. Делаем. Все. И причем смотрите. Гуманоид создается как... Ну вы можете поэкспериментировать. Или давайте я вот так сейчас сделаю. Закомментирую. Просто почему же все остальное не напоминает... Или напоминает... Или напоминает... Не напоминает моего игрока. А дело в том, что мы когда создаем пустое описание... Вот оно у нас содержит... Уже какие-то по умолчанию формы, размеры и так далее. Так. Можем раскомментировать. Давайте лицо раскомментируем. И посмотрим, что у нас будет. Так... Ну лицо появилось какое-то. Окей. Это очень простой пример. Сами экспериментируйте. Давайте перейдем к следующему. Что нам здесь говорят. Это уже следующий пример. Ну или вы можете создать гуманоид description внутри Roblox Studio. И положите его вот так на workspace. И уже из скрипта. Только не локального, конечно, скрипта. Попытаться его загрузить. Окей. Тут даже меньше кода. Давайте попробуем загрузить. Description spawned from hierarchy. Иерархия. Окей. Вот оно. Ну как сохранять? Просто кликаем. Ой, ну извините. Сейчас у меня тут уже... Вот браузер. Просто клик нужно. И куда-то сохранить. Потом можете открывать этот файл в Roblox. Как я сейчас вам показывал. Просто файл. Open from file. Ну вы это все, конечно, умеете. И так. Отличие этого примера от того, который был, в том, что у нас появилась гуманоид description. Сейчас мы его посмотрим. Да, вот оно. Что-то в нем заполнено. Вижу. Лицо заполнено. Тоже футболка. Возможно, это то же самое, что и в первом примере. Но в первом примере мы писали код. А здесь уже мы в редакторе удобненько все сделали. Давайте посмотрим. Та же морда. Да, да, да. Все то же самое. Но уже сделано... Вот из этого элемента. Описание гуманоида. Окей. Давайте посмотрим на код. Он должен быть очень простым. Теперь. Ну, конечно же. Запрещаем автоматическую загрузку аватаров игроков в Gameplayers Character Auto Loads. Так. Ну и вот одной строчкой загружаем в игрока. Load Character with Humanoid Description. А, смотрите. Здесь другая уже функция. Но. Окей. Точнее, не другая. А, я вам говорил про... Так. Не туда ткнул. Прошу прощения. Так. Я говорил про Apply Description. Окей. Так. Давайте посмотрим следующий пример. Что у нас там? Ага. Применить на всех персонажей. Ну, давайте код тоже посмотрим. Так. Подождите. Apply Description. Окей. Сейчас загрузим. Так. Apply Description. Уже на загруженных игроков. Вот сейчас мы смотрели. Мы запретили загружать аватарки с самого начала. А сейчас, как бы... Ну, сейчас я, конечно, посмотрю в скрипте. Но сейчас такое впечатление, что грузятся... Будут грузиться игроки. Ага. Да-да-да. Я с этого примера и начал. Ну, давайте посмотрим. Вот, по-моему, синяя кнопка. Это и есть Apply Description. В этом примере много аспектов будет. Вот. Apply Description. Да. Это значит не загрузка, а применить. Вот, когда мы загружаем целиком описание, оно меняет все аксессуары, меняет все цвета и футболки. А мы можем задать только некоторые параметры в нашем описании гуманоида. И тогда эти параметры и изменятся. Вот. Очки добавились и форма тела стала другая. Окей. Так. Ну, давайте... Предыдущий пример я закрыл. И давайте посмотрим, что же у нас происходит. Как применить на всех персонажей. Ну, это стандартный прием, который не имеет отношения к уроку. Так. Где у нас главный здесь скрипт? Ну, вот я вижу Apply Description. Да. Ну, в данном случае это модуль. Так. Где у нас главный? А, ну, в главном ничего интересного. Главный скрипт, он просто связывает нажатие вот этих кнопок с помощью удаленной функции из нашего screen.gui. Он посылает команду и потом запускаются одноименные модули. Как это работает? Ну, сами загружайте и смотрите. Или я в другом уроке еще расскажу. Так. Вот. Apply Description. Что у нас здесь происходит? Если мы нажимаем Apply Description, то у нас ищутся, какие игроки сейчас подключены в игру. В Game Players. Получается целая таблица из этих игроков. И мы по этой таблице проходим. Берем гуманоида из каждого игрока по очереди. И если гуманоид есть в этом игроке, то используем функцию Apply Description. Применить описание, которое лежит у нас здесь. Game Workspace Studio. Итак. Game Workspace Studio. Гуманоид Description. Ок. Вот оно у нас. Ну, мы можем что-то здесь поменять. А давайте я сейчас проверю. Действительно сработает на нескольких игроках. Так. Нажимаем Test. Выбираем сколько игроков. Ну, пусть два будет игрока. И сейчас запустим. Посмотрим. Получается, у нас будет сейчас два клиента с двумя менюшками. Я в одном нажимаю кнопку, вижу двух игроков. Или в другом нажимаю и вижу двух игроков. И так, сейчас ждем, пока загрузится. Это сервер. А вот уже клиенты пошли грузиться. И должны оба игрока сразу поменяться. Ок. Так. Apply Description. О, да. Сразу два игрока изменились. Так. Ага. Все наши команды, все сразу применяются на всех игроках, подключенных на наш сервер. Ну и ладно. Хорошо. Буду в следующий раз запускать в одноплеерном режиме, например. Как вернуть персонаж его обычному состоянию? Значит, как вернуть аватарку нашего игрока? Чтобы отменить все эти изменения персонажа и вернуть те, ну или отсутствие каких-то раскрашенных частей одежды и так далее, нужно использовать вот такой скрипт. Так, что они здесь делают? Сначала создают описание DefaultGumanoidDescription, просто InstanceNewGumanoidDescription. И ничего в нем не меняя, применяют с помощью той же самой функции Гуманоид. ГуманоидApplyDescription. Все. Когда вы пустую, пустое описание применяете, ваш человек возвращается к своему прежнему виду. Ок. Так. Ну и тут написано, для того, чтобы посмотреть, как это работает, нужно нажать этот же пример. Ну, просто зеленую кнопку нажать. Хех. А зеленая кнопка нас превратит вот в такое вот существо. Ага. Ребята, я, значит, неправильно вам немножко сказал. Давайте посмотрим. Поспешил я. ДефолтState. Это означает нераскрашенный человек. Когда на него ничего не надето. Ок. Ну, как-то же можно менять только часть аксессуаров, часть каких-то частей тела менять. Мы это посмотрим, значит, в следующих примерах. Ок. Изменить какие-то наклейки или какие-то ассеты уже настоящего аватара игрока. Существующего. Чтобы добавить пару очков и новый торс, ну, поменять форму тела персонажу, но ничего больше не менять, используйте вот такой скрипт. Так. Ну, давайте его посмотрим тогда. Все то же самое, как было. Создаем. А, нет, ребята, не все то же самое. Мы из гуманоида берем его описание текущее с помощью вот этой функции. GetAppliedDescription. Значит, мы получили информацию, во что же одет персонаж, какие на нем надеты аксессуары и так далее. И занесли в переменную. Ок. Теперь в этой переменной мы меняем. Только торс. Дискрипшн. Дискрипшн клон это переменная наша. В ней меняем торс. На торс с таким ID. Меняем. Ага, нам тут пишут. Если вы хотите на голову, на лицо надеть сразу кучу разных аксессуаров, то вы их через запятую перечисляете. Тут смотрите. Хотят очки надеть. Вот у меня уже есть какие-то аксессуары. Может быть у меня там усы были надеты. А мы хотим добавить очки. Что делаем? Записываем. Face Accessoire. Уже имеющийся Face Accessoire. Вот эти две точки. Это означает склеить две строчки. И видите, в конце добавляем через запятую. Обязательно здесь запятая должна быть. Но можно через запятую несколько чисел. Значит, сразу надеть на Face Accessoire. Аксессуар, который на лицо надевается. Ну, что там. Я вам все время уже говорю. Наверное, усы, очки, борода. Через запятую их перечислить здесь. Без пробелов. Значит, здесь остаются те, которые были на мне надеты. А здесь добавляются. Ну, в данном случае очки. Добавляются. Так. И что еще? А, ну и теперь применить измененное описание нашего гуманоида уже к тому же самому гуманоиду. Мы уже эту функцию знаем. Apply Description. Просто мы измененное описание применили. Ну, ладно. Довольно просто. Так. И нужно нажать здесь синюю кнопку. Я это вам уже нажимал. Но в любом случае давайте нажмем еще раз. Посмотрим, как это работает. Ок. Очки наделись. Правда, вместе с очками еще какая-то штука тут появилась из уха. Очки, совмещенные с наушником. Ладно. Главное сработало. Изменилась тело. Форма тела. И... Очки добавились. Так. Чтобы вернуться к квадратному торсу и убрать все текущие, ну, очки, например, аксессуары, которые мы надели, но больше ничего не менять. Ну, в общем, поняли. Вернуться назад к нашему аватару, который есть у нас во всех играх, но изменить только торс. Что же делать? Давайте смотрим код. Точно так же получаем клон нашего описания. Возвращаемся к телу по умолчанию. Ну, тут имеется в виду тело по умолчанию не то, которое все-таки мое было. А к квадратному торс 0, он нам включает квадратное тело. Ну, это мы сейчас посмотрим. И удалить все аксессуары, которые на лице были налеплены. Просто заносим пустую строчку. Помните, в начале я вам говорил, что у нас типы... Так, не здесь. Ну, ладно, в начале этой страницы. Что у нас у некоторых типов данных это строчка через запятую. Там осеты перечислены. У некоторых число. Вот здесь мы видим число, здесь строчка. И что если мы хотим все обнулить, мы должны писать просто кавычка-кавычка. Катая строка. Ну, и применить измененный на гуманоида. Ну, давайте посмотрим. Белую кнопку нажать. Значит, сначала нажимаем синюю, которая нам изменит... Наденет очки и изменит тело. Так. Изменила тело, надела очки. Теперь белую. Возвращаемся к квадратному телу. Нулевой тип. И очки сняты. Причем, если бы были до этого на мне еще другие очки или тут усы, то они бы тоже стерлись. Так что разумно, наверное, когда у вас игрок подключается, запомнить какие-то его параметры и хранить отдельно на сервере. Если вы хотите в течение игры его иногда возвращать в его прежний вид. Ну, окей. Так. Дальше. Как менять цвет у существующего персонажа. Ну, допустим, аватар, который у нас обычный. Мой. И мы должны у него покрасить в розовый какой-нибудь цвет. Ну, магнета. Как он у нас на русский переводится? Можете в комментарии написать. Для меня розовый. Так. Левую руку. И ничего больше не меняем. Давайте посмотрим здесь код. И также получили описание нашего персонажа. В этом описании меняем цвет левой руки. Цвет делаем таким. Помните, что там, где мы меняем цвет, там тип переменных. Тип значения. Тип данных, извините. Color 3. И он создается таким образом. Первым идет красный цвет. Зеленый, синий. RGB. Так. Ну и все. И обратно заносим. Стоит ли запускать? Я уже показывал. Давайте запущу. Окей. Ну, все просто здесь. Я подумал, что таким образом можно, например, показывать степень поражения вашего персонажа. Если какие-то есть идеи, для чего нужно красить отдельные части тела. Динамически причем в игре. Напишите в комментариях. Мне вот интересно даже. Так. Как изменить высоту или масштаб вообще? Как увеличить или уменьшить существующий аватар персонажа? Давайте удвоим высоту персонажа. Но больше ничего не изменим. Так. Как это делается? Итак. Получили описание нашего персонажа. Гуманоида переменной. И вот есть такая. HeightScale. Это значит шкала высоты. И заносим туда это же значение, умноженное на два. Так что мы его удвоили. Если два раза нажмем, то он еще раз удвоится. Так. Ну и обратно заносим к гуманоида с помощью Apply Description. Так. Ну давайте посмотрим все-таки. Мне знаете, что понравилось? Что Роблокс хорошо отрабатывает высоту. Так. Height. И вот смотрите. Он начал медленнее. Ноги как бы не проскальзывают почти. Нажимаем Double Height. Вот. И он уже медленно так крадется. Тихонько, тихонько. Ну тут уж, конечно, какие-то слендеры получаются страшные. Окей. Кто тут хорроры делал? Превратите всех игроков во что-то страшное. Как изменить анимации существующего персонажа? Окей. Все то же самое. Загрузили, сделали клон нашего описания. И изменили анимацию Идлинга на анимацию вот с таким-то номером. Окей. Все очень просто. Давайте посмотрим, как это выглядит. Конечно, там анимация такая. Не очень подвижна, но видно, по крайней мере. Вот обычная анимация. Руки немножко в боке. Так. Во. Изменилась. Окей. Так. Давайте дальше смотрим. Как спавнить персонажей с юзерскими настройками? Что за юзерских настройки? Чтобы все персонажи соответствовали аватарке персонажа определенного юзера. Вот, например, у юзера есть айди. Вы знаете, как свой айди получить? Ну, запустите игру. Ладно. На сайте роблокса можете, конечно, посмотреть свой айди. Итак. Вы хотите, чтобы все персонажи, которые спавнились, заспавнились в вашу игру, стали похожи на персонажа, на игрока, у которого айди такой-то. Давайте посмотрим на код. Функция «Когда добавляется игрок?» мы ждем. Мы получаем «GetGumanoidDescriptionFromUserID». Есть такая функция. Значит, мы получаем описание гуманоида, но указываем в параметре айди определенного игрока. Кстати, если этот игрок удалится вдруг где-то там с сервера, аккаунт, то это работать, конечно, перестанет. А если он не заходит в игру, то это не важно. Просто его текущие настройки будут использоваться. Например, сейчас он под Хэллоуин изменил своего персонажа, и мы можем текущее его состояние увидеть. Ну и потом мы спавним обычного игрока. Ну не спавним, точнее, вот у нас уже игрок заспавнен. И мы загружаем персонаж с описанием гуманоида. LoadCharacter withGumanoidDescription. Видите, что это функция не гуманоида. Здесь это функция уже объекта игрок, плеер. Так, и вот считанное описание гуманоида из игрока под тем-то номером загрузили. Ну давайте посмотрим, как сейчас одет тот игрок. Я этот пример не смотрел. Так, называется гуманоидDescriptionSpawnMatchUser. Откроем. Мы уже, в принципе, заканчиваем. MatchUser. Ну вы поняли, что ничего сложного здесь нет. Просто поняли принцип буквально на первом примере. И все. И все. Можно уже идти вставлять в свою игру. Так, запускаем. Посмотрим, как игрок с тем ID сегодня одет. О, ну конечно. Наверное, его специально одевали. Ха-ха. Для такого примера. Ну а что, неплохо. Так. На самом деле ужасно, конечно. Следующий пример. Как заспавнивать персонажа с определенной спецификацией одежки. Сделать так, чтобы все персонажи, которые у нас спавнятся, соответствовали... Блин, а чем это отличается от вот этого? WithUserSpecification. А, WithOutfitSpecification. Сделать всех персонажей, чтобы их аватар... А, ну не чтобы их аватар. Чтобы их персонажи соответствовали настройке аватара. Одежки. Одежки персонажа вот такого-то. Окей. Чем здесь отличается? Здесь fromOutfit.id. А здесь у нас использовалась функция getGumanoidDescription from.id. Давайте сейчас посмотрим, чем они отличаются. Так, ну это последний пример был. Outfit. В идеале, насколько я понимаю, я должен разглядеть своего персонажа, который будет сейчас в чужой одежде. Так, ну я вижу свое... Я вижу свое лицо. Но это, наверное, только совпадение. Так, ребята, ну надо, значит, почитать документацию. Давайте... Мне пример ничего не сказал. Давайте сейчас почитаем... Особенности. Скрипт здесь смотреть... Я скрипты не открывал, потому что здесь все очень просто. Видите, скрипт в каждом из примеров, кроме того, примера с большими... Ну, с кнопками, он очень простой. И он соответствует описанию, то, что у нас есть на сайте. Итак, нам нужно рассмотреть сейчас вот эта функция, мне интересно. Так. Поищем и вот так. Вот здесь в поиске вводим интересующий нас метод и нам покажут все статьи, где про него что-то написано. Окей. Это функция игрока. А, ну ладно. Здесь... Здесь ничего не написано. Окей. Давайте посмотрим другую функцию. А, ну... Вообще-то можно уже и не смотреть. На самом деле здесь просто ссылка. Здесь ссылка на конкретного игрока. На player ID. А здесь уже ссылка на набор одежды. Ну, окей. Давайте в любом случае посмотрим. Может быть здесь есть описание. Вот иногда некоторые функции очень плохо описаны. Подразумевается, что я должен понимать все из говорящего названия. На самом деле здесь, конечно, можно понять, что get, значит, получить описание гуманоида из ID outfit. В магазине какой-нибудь outfit приобрели и вот узнали его ID. И можно в него одевать ваших игроков. Ну что, на этом все. На самом деле это гораздо проще, чем в первом уроке. И поле для экспериментов гораздо выше. Ну что ж. Подписываемся. Ставим колокольчик. Лайки. Шлем донаты. Заказываем какие-то темы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok